Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу. Сегодня пятница в городе Чикаго, 8 часов 30 минут, на восточном побережье 9 часов 30 минут утра, это Вашингтон и Нью-Йорк, западное побережье, Калифорния, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, только 6.30 утра, и в связи с переходом на зимнее время Соединенных Штатов, у нас разница с Москвой 9 часов, то есть сейчас 17.30 по московскому времени. Мы начинаем нашу программу, и сегодня наш гость, как всегда, в этот час, в этот день, ясновидящая экстрасенс, парапсихолог Елена Порецкая. Елена, здравствуйте. Привет, Майкл, привет, Чикаго. Да, рад приветствовать, Леночка, тебя в нашем эфире. Ну и основные события, которые произошли за то время, то, что мы не встречали за эту неделю, это, конечно же, выборы президента Соединенных Штатов Америки, и, как все знают, им стал Дональд Трамп, который победил с большим преимуществом Хиллари Клинтон. Я беседовал с тобой до эфира и видел в контактах твои, ну, даже не сказать предсказания, а сон. Ну, давай мы поговорим об этом. То есть мы как-то уже говорили о снах, они бывают, сон в руку, вещи, сны, разные, короче говоря, сны. Ну, как их трактовать, я знаю, ты как раз-таки специалист в этой области, ну, вот у тебя приснился такой сон. Расскажи, пожалуйста, Лен. Ну, мне приснился сон буквально с 5 на 6, это 6 ноября утром он приснился. Ну, как бы события сна я сейчас не буду говорить, просто все крутилось вокруг ваших выборов, так как они все-таки для всего мира значимы, да, все крутилось вокруг доллара, евро, и что-то было связано, кстати, с Англией, да, соответственно, потому что там была во сне некая фигурировала англичанка, которая передо мной трясла своими евро. Вот, также это было связано с какой-то связью между Англией и... Удивительно, но в Англии, в общем-то, евро нет, у них фунт из термин. Да, но у них как раз вот именно уход от евро, но сам факт, что вот была англичанка, которая вот доказывала мне, что вот с пачкой евро, что вот евро, евро это что-то супер важное, ну, там очень много всяких подробностей во сне было, просто именно вот этот момент прям он врезался в сознание, и все это было связано с каким-то мостиком между Англией, Америкой, Европой и Россией, и вот как-то все это вокруг, вот всего этого крутилось. И я, когда проснулась, я все-таки, у меня есть предсказания про выборы Трампа, ну, то есть вообще про выборы, потому что, как бы, у Америки немножко состояние выбора было между одной системой и другой. И про Трампа, как бы, я, в принципе, давно уже, как только начались выборы, я поставила, ну, увидела в нем президента. И была ситуация, просто я не стала опубликовывать это предсказание, ну, по разным причинам, прямо скажем, да. Вот, ну, в этом сне, как бы, подтвердилось то, что я там делала несколько месяцев назад, как предсказание, и я просто опубликовала свое видение ситуации развития пути не только Америки, но и мира, потому что всегда приходит момент, когда что-то надо менять, и, соответственно, это произошло. Пришел к власти человек, достаточно неожиданно пришел, ну, я даже думаю, что он для самого себя тоже вдруг не ожидал, хотя все, как бы, сейчас будут говорить, что они все предсказывали, но кто-то, да, там... Все равно было состояние выбора даже полгода назад, даже 7 месяцев назад было состояние выбора между системой, которая была давно, да, Клинтон, Обама, Буша, да, и тем, что сейчас пришел Трамп. Всего лишь просто люди, большая часть пошла за Трампа. Ну, посмотрим, в данном случае, чтобы он тоже не жесткачил, то есть, я думаю, что все-таки должна быть какая-то мягкая, не только жесткая, но и мягкая позиция в управлении государством. Ну, ты знаешь, с этим трудно не согласиться вообще, поскольку, исходя из того, что мы видели по дебатам, которые я тоже, как ни странно, смотрел, я обычно не смотрю все эти вещи, но я посмотрел в данном случае, потому что, исходя из прогнозов разных парапсихологов, астрологов, это очень необычные выборы, которые состоялись и которые, и события, которые будут развиваться дальше. Существуют другие, скажем, прогнозы, предсказания, поэтому я, так сказать, наблюдал эти дебаты и, в том числе, смотрел «Ночь выборов», у нас это была ночь. И по дебатам интересно, что, если говорить об отношениях США и России, то это позитивно, во всяком случае, поскольку Трамп и не скрывает о том, что российский президент очень и очень умный человек, и ведет очень, ну, так сказать, по его представлению, позицию правильную. Ну, кому-то надо, наверное, о том, чтобы отношения не были хорошими, потому что, не знаю почему, но так, в общем-то, силы какие-то есть для этого. Но в последнее время налаживается, в общем-то, понимание того, что это будет неправильно, разрушение одной системы ведет к разрушению другой системы, это тема других передач, но, во всяком случае, он очень позитивно, позитивно отзывался, а вот как раз-таки Хиллари Клинтон, она совершенно негативна, поэтому в этом плане сон в руку, скажем, поэтому я лично буду приветствовать это, да и, наверное, многие люди, которые не хотят никаких напряженностей в мире, а хотят мира. Ну, хорошо, да, что вы скажете по этому поводу? Дональдо все-таки, вот у меня в предсказании тоже очень сильный акцент на это сделан, так как все-таки Хиллари Клинтон, она феминистка, да, и все-таки, ну, как бы независимая женщина присутствует. Если бы, допустим, была не Хиллари Клинтон, то пришел бы к власти не Трампа, другая женщина. В данном случае просто Хиллари Клинтон, она олицетворяла старую политику, которая уже достаточно многому количеству людей была, ну, не нужна. Вот, и она была разрушительна для самой Америки. И здесь, как бы, я думаю, что Дональду Трампу нужно прежде всего оставить позиции относительно женщин, вот это равноправие, не ущемлять права всяческих сообществ, потому что я считаю, что все-таки Америка, она тем и прекрасна, что вот у вас есть определенная такая, ну, какая-то прелесть, вот такая свобода и уважение к разным людям совершенно, да, нет ужесточения кого-то к кем-то, да, то есть вот этого. То есть мне бы хотелось, чтобы не было у вас там расизма, и не было бы никаких вот ущемлений ни женщин, ни других национальностей, чтобы все-таки вот это вот Трамп сохранил, как изюминку Америки, наверное. Ну, хорошо, давайте мы тогда отойдем немножечко от того, что политика, как говорил кардинал де Ришелье, он говорил, политика-политика, а любовь-любовью. Давайте мы перейдем более, скажем, к земным и позитивным вещам. Ну, все-таки сон, да, сон. Ну, вам лично снятся часто вещи и сны? Ну, регулярно... Или вы их планируете, извините? Нет, у меня по-разному. Если насчет Трампа, это запланированный сон, как бы, и, в принципе, бывает, что я, когда ухожу в сон, я работаю так же, как и днем. Вот забыла предсказатель американского на букву К, называется... Эдгар Кейси. Кейси, да, вот мне очень интересует методика Эдгара Кейси. Он во сне предсказывал, как бы, соответственно... У Мострдамуса другие были тоже, как бы, предсказательные практики. Ну, Вольф Мессинг, он входил в состояние. Но я стала, как бы, использовать немножко наработки Эдгара Кейси. Ну, опять же, я это для себя делаю, то есть для своей работы, потому что днем сознание загружено, и ночью, как бы, ты можешь работать именно над теми параметрами, которые днем ты не успел, то есть... Поэтому я... Бывает, что в сон загружаю информацию, которую мне нужно решить, то есть решить вопрос. И, соответственно, мне приходит информация. Ну, например, сегодня у меня был даже не сон, это был астральный выход такой в теле, как бы. И я скажу такую парадоксальную вещь, а потом резко вошла в тело, проснулась, и у меня было ощущение... Кусок сна этого, я скажу сразу, что я во сне придумала другую таблицу Менделеева. Что вы говорите? Теперь она будет называться таблицей Елены Порецкой? Нет, нет. Я не знаю, что это значит, но у меня очень факт был зарифмован, что Менделееву во сне пришло решение вопроса по его химическому анализу веществ, и он создал эту таблицу как нечто общее в химическом процессе, в химии, обозвав все вещества, как бы дав им номер. Возможно, в своем сне я именно тоже создавала какую-то проекцию чего-то на уровне некой таблицы Менделеева. Я просто видела, что я ее пишу. Я потом встала и думаю, что за таблицей Менделеева я же не химик, я вообще в этом прохарфан. На уровне прохарель я могу соображать в химии. Но здесь именно шел такой сон какой-то. Я до сих пор даже, кстати, не знаю, к чему он, потому что я не могу приложить таблицу Менделеева, которую я писала заново, какую-то новую, к тому, что делаю я. Может быть, это будет что-то связано с эзотерикой или какими-то моими проектами, которые позволят делать более точные какие-то прогнозы, предсказания. Может быть, какую-то систему свою, которую я упорядочу, скорее всего. Поэтому у меня сегодня такой был сон. Это утренний тоже сон. Это фаза сна, где как раз любому человеку могут присниться решения его вопроса. То есть главное загадать. Почему, кстати, перед сном не надо смотреть страшные вещи, всякие гадости какие-то читать или новости смотреть не очень хорошие, потому что это все идет в сон, в подсознание, и человек это рифмуется с его жизнью. Ну и может как-то вот, можно сказать, материализоваться потом. То есть человек не всегда встает и запоминает сон. Главное зацепить хотя бы кусочек. Хотя основную массу снов мы не помним, потому что они уже нам вспоминаются, когда происходит какое-то событие. Ты сказала о том, что сон можно, это был запланированный сон. Какой смысл планировать сон? Ну, когда ты планируешь сон, то есть ты создаешь себе файл для решения задач какой-то, ты убираешь просто все лишнее. Ты убираешь разрозненность сознания. То есть, ну, бывает позиция осознанного сновидения, там, когда человек во сне, может даже осознанные какие-то практики применять. Бывают выходы в астрал. Бывают сон во сне, да. Фильм «Начало», кстати, по-моему, там очень хорошо об этом показано. То есть, бывают всяческие практики, бывает хождение на уровне астрала, околопредметного, и люди ходят друг к другу в сны. Есть такие даже сообщества, которые так делают. Но я работаю сама, как бы, и для меня это важно, чтобы в моем сознании ничто чуждое не присутствовало. Поэтому я себе убираю лишнюю информацию перед сном и загружаю только то, что мне нужно. Понятно. Ну, хорошо. Со с нами мы закончили? Да. Со с нами закончили. Хорошо. Тогда у меня есть такой вопрос. Опять же, не называя нелест, не называя проблему, я знаю о том, что наши программы, они кому-то помогают. То есть, люди обращаются, и я напоминаю нашим радиослушателям, мы беседуем сегодня с ясновидящей парапсихологом, экстрасенсом Еленой Порецкой. И речь идет сейчас о чем? Речь идет о том, что, допустим, те люди, которые захотели бы что-то для себя прояснить, для себя какие-то вещи, которые они не могут решить в нашем материальном мире, они могут обратиться к Елене Порецкой, могут обратиться также к нам, наши координаты sungatesradio.com, sungatesradio.com, тройное W, это sungates108, солнечные ворота, sungates108, это наш скайп. Ну вот, насколько я знаю, пару человек уже обратились, и вот совсем недавно обратился один человек к Елене. Можете рассказать, о чем шла речь? Опять же, если это только не какая-то засекреченная информация? Ну, там, в принципе, да, получается, у кого-то лично в основе своей обращаются, кстати, вот люди, именно для восстановления своей энергетики, снятия пробоев каких-то порч, и для нахождения каких-то своих путей в жизни, направления, можно так сказать. Вот, поэтому, ну, кстати, очень многие ко мне вот именно за этим обращаются, там, открытие каких-то способностей бывает. То есть, после меня обычно у человека открывается то, что было заблокировано, ну, как бы, да, в сознании, и бывает, что люди потом добиваются какого-то результата в своем направлении или создают себе новое. Поэтому как-то вот все решают свои какие-то проблемы. Лена, прости, перебью. А вот такой вопрос, что, допустим, человек хочет развить в себе какие-то способности, они зависят, как ты говоришь, от какого-то негатива, который был в прошлом пришел, ты снимаешь негатив и развиваешь способности, или это какой-то специальный обряд, мы все обладаем способностями, не все просто это знают, не все в это верят и так далее. Как практика, а вот как ты практически, если можно сказать, это делаешь? Ну, все делаю через свою систему, система снятия негативки, очистки человека. Дело в том, что когда люди рождаются, они как некий чистый лист бумаги, можно так назвать. Но на самом деле чистый лист бумаги для той среды, в которой человек родился. По мере возрастания человек начинает замусориваться. все мы прекрасно знаем, что мы не ангелы и в детстве кто-то как-то хулиганил. То есть, я так называю, это понятие сломанной веточки. Все мы знаем, что многие проходят через школу и школа, и учителя иногда становятся блокираторами сознания ребенка. И когда ребенок вырастает, очень многие вдруг ощущают, что они заблокированы. Я бы называю это шлем блокировки. То есть, это на человеке некий такой шлем присутствует. Человек через него не может понять то, что у него было заблокировано когда-то. То есть, в школе когда-то учительница могла человеку грубо сказать, увидеть его идиотом или дурочкой какой-то, сколько таких случаев. И человек за этот план не может выйти, за этот потолок, который на него одел учитель. То есть, это вот с тех пор все и тянется? Да, все тянется оттуда. Это вот такие блоки. Прямо из детства, да? Да, я снимаю обычные блоки. Это бывает, кстати, от родителей. Очень сильные блоки от родителей. У меня бывают случаи, когда люди ко мне обращаются, где очень негативные отцы. Кстати, да, и эти люди просто до сих пор помнят негатив от папы. Или бывают негативные мамы, да. То есть, выглядит это так, что человеку, может быть, уже 40-50 лет, а у него до сих пор детские обиды и неотработанные моменты. Я обычно при снятии негатива в моей системе такой, да, у человека начинают открываться вот эти файлы, и я объясняю, как надо отрабатывать вот детские обиды, убирать их. Соответственно, тоже это убираю. Человек вот мне обычно рассказывает что-то, какие-то минусы, я это все контролирую. Вот. Но блоки у нас все идут оттуда. Ну, могу свой блок привести, пожалуйста, в пример. Я с собой так же работаю, как со всеми. У меня в свое время я рисовала в детстве, в 6 лет. Спасибо большое моей воспитательнице коммунистического плана. Женщина очень была такая. Она мои рисунки собрала, отнесла, отдала маме, сказала, что надо показать их. И мои рисунки отнесла мама в детский дом пионеров. Это на Ленинских горах в Москве, в Робьево горы. Это тогда престижное место считалось. Вот. Естественно, там дети богатых, обеспеченных советских людей у нас учились, да. Вот. Ну и, соответственно, когда я пришла в это заведение, а мы не богатые были всегда, да, по сути, как бы, и учительница увидела, что с нас взять нечего, да, она стала меня чмырить. Это называется так, прессинговать. То есть, выглядело-то как? Я не рисовала на мольберте, потому что мне было 6 лет, я привыкла рисовать только на столах. Для меня было страшно, если краска потечет по бумаге. То есть, человек, вместо того, чтобы учить меня, как рисовать акварелью, да, на бумаге, как подбирать кисточкой краску, как вообще это все делать, то, чему вообще обучают, она стала меня угрожающе как-то это все делать. Соответственно, я уперлась рогом и просто не стала рисовать. Она стала хамить и говорить моей маме, что это, наверное, моя мама сделала рисунки. В общем, дело закончилось тем, что я стала рисовать своего морячка. Я рисовала морячка на бумаге, на столе из-за принципа. Ну и в итоге мы так и не сработались. Вот тот блок, который мне сделала эта женщина, он у меня был надолго и до сих пор как художник. Я не имею образования. Я занимаюсь либо у учителей как художников, частные уроки какие-то, либо в изо студии, спасибо Сергею Николаевичу Ковалеву. У нас в Электростале хорошая изо студия. Спасибо большое, что он мне дал какой-то навык тоже. То есть, до сих пор я не могу снять с себя блок вот в этой области. Но я, кстати, обошла его. Я рисую сама. То есть, я в этом, в Ютубе полно роликов рисую сам, да. Здесь нужна только практика. Я выбираю время, я рисую сама. Поэтому, как бы, я этот блок обхожу таким образом. То есть, опять же, но сбой по образованию именно в рисовании мне сделала та самая учительница шести лет, представляешь, да? Представляю. Так что, такие сбои, такие сбои, вот я сколько с людьми работаю, это очень много людей, которые не реализовали себя. Бывает, сбой идет от родителей, когда люди навешивают своим детям свою программу. Ты должен учиться на юриста, но человек не юрист. Да, я согласна, законы сегодня надо знать, это естественно. Но человек может быть прекрасный музыкант, понимаешь, и они перекрывают кислород, и в итоге у человека это оказывается на любительском уровне, и он потом поет караоке где-то, понимаешь, и в итоге все равно он становится музыкантом. Парадокс, да? Если откроется канал у него этот. Да, интересно, мы об этом довольно часто говорим, и я даже консультации делаю в качестве нумеролога. Самое главное, на самом деле, это на санскрите называется дарма, это знать свое предназначение, и, к сожалению, люди, которые этого не знают, зачастую, потом, более, скажем так, уже в возрасте сознательном, они начинают испытывать много проблем, то есть, я это наблюдаю здесь сплошь да рядом, то есть, люди идут в колледж, и об этом, кстати, совсем недавно я делал тоже программу отдельную на нашем интернет-ТВ Чикаго, и речь идет о том, что, то есть, здесь такой закон, как бы, американцы, они, родители собирают деньги на образование, поскольку образование сегодня везде, по-моему, во всем мире уже стало платным, я помню тот момент, когда мне платили за то, что я учился, стипендию давали, а сейчас платить надо, причем немало, так вот, они собирают эти деньги, собирают, собирают, работают, работают, представляешь, сколько надо собрать, примерно 200-250 тысяч за 4, примерно с половиной года обучения каждого человека, то есть, это надо 40 тысяч, примерно, средняя такая, вот, в год отложить на одного ребенка, если семья из двух человек, и двое идут в Калыч, тогда это 80 тысяч надо отложить в год, где же такие зарплаты, а плюс все остальное, это только просто отдельный день, которые идут на образование, и это каждый год надо откладывать, и вот этот ребенок, когда родители ему дают программу, или сам он из бухты-барахта идет куда-то учиться, потом выясняет, ни с того, ни с сего, там на втором каком-то курсе института колледжа, это выясняет о том, что ему это не нравится, что делать, и надо переучиваться, тогда это все никому не надо, я знаком с этим не понаслышке, это мой младший сын, который пошел учиться, потом вдруг ему взбрело в голову пойти защищать родину, которой тоже никто не нападал, он пошел защищать родину, здесь же нету всеобщей воинской обязанности, как это есть в разных странах, и было в бывшем Советском Союзе, я это тоже, кстати, делал, но здесь вольнонаемные, и он пошел по своим каким-то вот идеям, ну, опять же, ну, время уходит, деньги потрачены, и это очень важный момент, когда, естественно, надо это знать, поэтому ответь, пожалуйста, на такой вопрос, то есть ты, допустим, к тебе, к примеру, обращаются родители с просьбой посмотреть своего ребенка, не то, что у него там что-то там не в порядке, а с просьбой посмотреть, на что он способен, куда его направить, куда, скажем, ему пойти учиться, ты могла бы такие вещи сделать? Да, я работаю так, в таком ключе, либо родители с фотографией ребенка приходят, либо онлайн, да, мы решаем вопрос, либо сам ребенок даже, но я обычно, когда ко мне приходят люди со своими проблемами, все равно я работаю не с одним человеком, а комплексно с семьей, да, естественно, и обычно с детьми тоже приходят с фотографиями, или, ну, без самих детей, да, потому что в основном это такое таинство, не для детей, гадание, вот, и бывают моменты, где я сразу говорю, какой направленности ребенок, и на что надо обратить внимание, вот, так получается, что сразу это выпадает. Обычно с пятого класса, да, начинается у нас от 11-12 лет, у ребенка начинается формирование его уже я в будущем, сейчас, вот, кстати, даже у российских детей это формируется раньше, ну, у американских это вообще, по-моему, с грудным молоком вскормливается, да, позиция, кем он будет дальше, то есть там бизнес, это у вас как бы... Абсолютно, да, это страна бизнеса, и там все подвержено этому, получить престижное образование, поступить в престижный колледж, и родители так прямо вот, я это называю полное зомбирование, и имею мое отношение к этому, я неоднократно его высказывал, да. Да, но знаешь, в чем плюс в вашей системе, вот, мне нравятся колледжи и колледжи, да, у нас все та же самая система старорежимная, ты помнишь, да, все-таки она осталась, то есть у нас, чтобы учиться, ты, вот, я, допустим, я художник, да, чтобы мне сейчас получить высшее образование, мне надо поступить в институт, или в какой-то, да, на дизайнера, и, соответственно, я должна пять лет, естественно, ну, в полудневном режиме каким-то волшебным образом учиться, оплачивая это дело, но это уходят годы, и не факт, что я от этого стану лучше рисовать, вот в чем вопрос, да, я просто получу какие-то навыки плюс корочка, ну, получу элемент студенчества, чего мне, может быть, не хватало, но сам факт, понимаешь, что все равно, как ни странно, наша система, она хромает, потому что, получается, что после наших институтов сегодняшних человек, по сути, ну, не может себя, у него нет опыта работы, то есть что-то было порушено в годы, ну, как бы, после советской власти, да, и сейчас идет восстановление, как бы, этой системы, и уже не знают, как ее восстановить, потому что нету практики, практически, да, то есть, ну, как можно учить ремонту на машинах в автомеханических колледжах, на старых машинах, в которых уже сейчас мало кто ездит, ну, скажи, ну, никак, ну, карбюратор уже сейчас на машинах не стоит, зачем на нем обучать людей, ремонту карбюратора, ну, скажи, вот, то есть, вот так у нас во многом, а в Америке мне очень нравится, у вас есть институты ясновидения, у вас есть институты, у вас есть колледжи, где 40-летний человек может пойти и изменить свое направление, проучиться там, и стать специалистом в совершенно другой области. Я скажу прости больше, у нас, как в любви все возрасты покорны, да, порывы и так далее, так вот у нас все возрасты покорны для тех людей, которые хотят чему-то обучаться, более того, и есть такая вот бабулька, которая пошла обучаться в возрасте, в калыч поступила, в калыч обучаться в возрасте 82 года. Ну, вот, казалось бы, зачем в 82 года бабульке идти обучаться? А речь идет вот о чем. С чем, конечно, большинство людей как бы не согласны, вот внутри вот этого скафандра, костюма, именуемым нашим телом, существует некая субстанция, которая называется душой. И эта душа инкарнируется в какое-то другое тело с определенным промежутком времени. И есть такой закон о том, что вот тот момент, который человек пошел примерно, ну, по аналогии это вообще-то начиная с 40 примерно лет, пошел изучать, вот и на том этапе, где он эволюционирует, а знание это эволюция, он уже не упадет, он начнет свою следующую жизнь именно с этого момента. Если человек деградирует и идет, тогда он и будет продолжать деградировать. И мы об этом уже говорили, такие понятия, как ад и рай и так далее. То есть я об этом, мы сейчас не говорим, но вот действительно можно, да, и существует, кстати, то, чего вообще, а почему тогда он существует? Вот, допустим, существует такой институт Монро, да? У нас в Соединенных Штатах, совершенно официальный. Что-что? Родик Монро? Да. То есть туда приезжают люди, их погружают, скажем, это называется Past Life Regression, в прошлое, будем так говорить, разными способами, не будем сейчас в детали входить, и он может посмотреть все свои прошлые жизни, вроде бы, ему помогают это все. И там существует огромное количество программ. Это не дешевое удовольствие, я могу сказать, но тем не менее, это доступно. Это очень интересно, и очень многие люди приезжают. И таких, кстати, институтов очень немало. Более того, тот самый Эдгар Кейси, о котором ты уже упоминала, как он это делал? Спящий Пророк, буквально вчера мы провели программу, или позавчера, она уже есть в Ютубе, выложена на нашей странице, кстати, это Антология Тайн, можно посмотреть, Сангейс Радио. И мы как раз упоминали, автор этой передачи, я с ним вел эту передачу, он упоминал о Бэдгаре Кейси, я просто могу добавить о том, что это был очень и очень процент, серьезный процент того, что было реально на самом деле. То есть, его предсказания отличались очень и очень высокой точностью. Как он это делал? Его вводили в состояние там какой-то вот очень серьезного гипноза, и он входил в Акаши Рекорды. Акаши – это слой эфира, на санскрите называется, где сохранится информация о всех прошлых жизнях. Сегодня, я к чему это говорю, сегодня существуют целые институты. Более того, у нас даже есть в нашем центре, в Сангейт-центре, есть человек, который прошла несколько уровней этого, и она делает вот такие чтения Акаши. Удивительная вещь, но не обладая, вроде бы, никакими, ну, конечно, было бы хорошо обладать с детства какими-то экстраординарными, экстрасенсорными способностями, но они у нас есть, они не развиты. Вот это все можно развить. И мы сейчас говорим о том, что как раз-таки обращаясь к нашим уважаемым радиослушателям, ясновидящая Елена Порецкая помогает раскрыть эти способности, ну, и как вот то, что называется сегодня эзотерикой, нам помогает, это действительно так, помогает, в любом случае мне помогает, вот буквально через полтора, через сколько, через полтора часа у нас начнется программа с известным тарологом, причем два таролога будет, американка с одной стороны и русский, руководитель русской школы таро будет с другой стороны, то есть, это информация, которая нам может помочь. Вот я приводил пример, Лена, вот скажи, пожалуйста, у нас есть, в том здании, в котором находится центр Сен-Гейтс, у нас на первом этаже находился ресторан, русский ресторан, и человек, который открыл этот ресторан, был довольно успешен, у него был маленький такой магазинчик, типа кулинарии, он открыл еще и ресторан, ресторан вылетел из бизнеса через полтора года, это за полтора года было потрачено огромное количество, наверное, средств, это понятно, и просто так не вылетают, значит, из бизнеса, наверное, вот так оно было. Скажи, пожалуйста, вот к примеру, вот идея пришла человеку открыть этот бизнес, неважно, то ли это ресторан, то ли другой, мог бы ли он обратиться к тебе, и ты могла бы ему сказать, этот бизнес будет успешным, или этот бизнес не будет успешным, если да, то какова все-таки вероятность с такого предсказания? Ну, вообще-то да, во-первых, во-вторых, у хозяина этого ресторана были проблемы, то есть там можно было удержать бизнес, он был перспективный, то есть там просто нужно было периодически ему снимать негатив у него, это из прошлого шло, и я думаю, что даже вытянуть можно тот бизнес, который, в принципе, еще тогда не рухнул, а сейчас вот его уже нет, то есть там все можно было изменить, в принципе любую ситуацию человека или бизнес можно изменить, фатальная ситуация, где уже все пошло не так, и где человек сдался, сдулся, там уже, конечно, изменить трудно, когда сам человек говорит, да нет, я не буду ничего менять, я лучше закроюсь, там и прочее, вот, у меня приходят люди, кто решает вопросы с бизнесом какие-то, и в данном случае всегда люди выруливают, у них что-то получается, просто опять же, у каждого все равно идет та интерпретация, которую он через свой опыт протащил, понимаешь, свою голову, я все равно каждому не могу поставить так же, как и ты, то есть я говорю предсказания, я контролирую, там помогаю, вытягиваю бизнес, воздействую на рост, но человек должен выполнять те или иные установки, которые я говорю, чтобы у него это двигалось нормально, и, соответственно, сам не нарушать каких-то моментов, которые, кстати, тоже очень, когда сам человек что-то нарушает, у него тоже может быть возвратный удар, и он может, из-за этого тоже может рухнуть почва под ногами, да, поэтому вовремя просто нужно было, наверное, обратиться, и бизнес можно было поднять, ну, удержать, я бы сказала так. Ну, можно, ну вот, дорогие друзья, наши уважаемые, радиослушатели, опять же, обращаясь к вам, мы не договаривались, Елена Порецкая, о том, что мы будем говорить об этом человеке, об этом бизнесе, и она, на самом деле, понятия не имеет, кто это человек, это, но вот ты такую фразу мне любопытно сказала о том, что у него был негатив, а каким образом ты это знаешь, что у него был негатив, исходя из того, что закрылся бизнес, или ты это видишь? Ты же знаешь этого человека? Я его знаю. Пошло ощущение, что у него, ну, как семья, вот, в семье, там, в общем, как бы это на семье негатив, на самой, и вот то, что было, как, ну, назовем это обычным русским языком, порча, да, как бы порченная у него дорога была, то есть не сложилось, либо вслед ему кто-то плохое сказал. Нет, так это или семья, или кто-то ему сказал плохое вслед. Нет, это как всей семье, но он как глава семьи несет, вот, это в свое дело понес, вот, как бы я так сказала. То есть на самой семье это также идет, как минус. Я не исключаю, что у них до сих пор какие-то есть проблемы, которые люди не могут решить. Имеется в виду семейные проблемы? Да, потом, ну, и семейные, и финансовые, потом еще я... Да, там же есть дети, там же теперь, если есть дети, то есть и внуки, естественно, я знаю этих людей. То есть получается, это уже не только его, скажем, семья, это уже семья его теперьшних родственников, да, где-то там что-то, вот, затесалась такая вещь, правильно? Да, там просто идет, потом еще существует же еще одна вещь, у вас в Америке, это очень развито, ну, кстати, у нас в России сейчас тоже существует много эзотерических практик, минусовых, назовем их так, черных, и существует обычно конкуренция, если на одной улице два-три ресторана, то гарантии нет, что кто-то не подсыпет песка или порченой земли под, то есть земли со святого места, назовем это кладбище, да? Вы знаете, я прошу прощения, да, что перебиваю, но дело в том, что здесь немножко другая ситуация, дело в том, что, ну, как бы, такого у нас не наблюдается, это вероятно, но в частном порядке, я могу привести пример Нью-Йорк, я понимаю, я могу привести пример Нью-Йорка, Брайтон-Бич, я там бывал тоже неоднократно, и там, можете себе представить, ну, опять же, это же город американский, это же понятно, верно? Но вот именно участок Брайтон-Бич, в районе, допустим, там живут одни русские, говорят только на русском языке, удивительно, и причем соседство, да, соседство американских магазинов, это же не только русские магазины, но я просто что хочу сказать, на каждом углу, буквально на каждом углу, на протяжении там нескольких блоков, гастроном, то есть русский магазин, кафе, огромное количество, и у каждого магазина есть свои, так скажем, ресторана, есть свои поклонники, есть свои приверженцы, и туда с удовольствием ходят, и покупают там, вот, таки никто никуда ничего не подсыпает, здесь это очень и очень, так скажем, опасно заниматься такими вещами. Я тебе просто говорю факт, который я точно знаю, это, кстати, существует не на уровне гастрономов, на Брайтон-Бич, это в Америке существует, кстати, так же, как и в России, на уровне крупных бизнесов, это может быть ювелирный бизнес, где, допустим, кто-то кого-то может заказывать, и реально у людей рушится направление. Я просто работала с подобными людьми, и я тебе скажу, что у меня есть такие клиенты, вот, еще давнишние, с кем я давно работала, разные вот по Америке, у кого именно такого плана проблемы, что могут сделать порчу на направлении. Я как раз и снимала такие вещи, потому что действительно у людей начинает, все рушится вдруг вот ни с чего, на голой почве, да, вот ничего не предвещало, и вдруг все у людей рушится. И действительно нужно снимать, отводить, вот я снимала, отводила порчу, и люди делали защитные функции, которые я им говорила, вокруг зданий, вокруг магазинов, вокруг офисов. Ну, как бы это смешно не звучало, но это работает, кстати, понимаешь? Не-не, безусловно, что-то как-то где-то есть, просто здесь мы находимся в основном под защитой, и действительно нас защищают, это нет сомнений, если кто-то, не дай бог, где-то такие вещи сделает, это очень и очень, потом негативно отразится на всем. Поэтому здесь это как бы не принято. Но существует порча, без сомнения существует. Более того, я был, наблюдал, был, так сказать, в гуще события, когда тоже человек, был эксперт, который находился на территории Соединенных Штатов, по приглашению, кстати, нашего центра, и когда он проводил консультации, то абсолютно точно было определено, как что и что произошло, это закончилось, к сожалению, очень печально. Да, но так вот, если все-таки такое мероприятие, вот если это можно назвать, какой-то такой сглаз, заговор, там, не знаю, был, так ты снимаешь такие вещи, да, то есть ты можешь снять вот эти негативы, да? Да, я снимаю такие вещи, и я как бы каждому человеку даю новое, новое направление, то есть при снятии негатива, я обязательно потом делаю расклад, который, в принципе, мало кто знает, я своим клиентам обычно не разрешаю рассказывать, что я нагадала, потому что это не должен никто знать, это очень такое тонкое понятие, и человек уже сам знает, что у него будет, соответственно, он уже по этой схеме идет в жизни, но периодически он ко мне приходит, и мы почищаем ситуацию, я отвожу людей, кто влияет, потому что на самом деле мир как строится, достаточно кому-то чуть-чуть стать успешным, вот просто даже, я не знаю, снимать офис стабильно в каком-то месте, и уже начнется шорох, достаточно кому-то быть необычным по профессии, по направлению, и обязательно вокруг этого человека тоже начинается какая-то мышиная возня, бывает, что это даже на уровне государственных деятелей, если так посмотреть, что греха таить, что там нет штатов экстрасенсов, естественно, есть, без сомнения, поэтому это все сейчас есть, это у вас в Америке, это вообще достаточно, как наука уже, это у нас еще все пытаются из этого сделать, подсмеяться над этим, хотя я считаю, что парапсихология это наука и оккультизм, и действительно этим надо серьезно заниматься, а не просто шары надувать, да, какие-то вот... На самом деле, ты абсолютно права, это есть у нас, это есть наверняка и в России, даже сомнений в этом нету, поскольку я лично знаю о том, что это есть, просто, естественно, это не афишируется, иначе тогда, как отнесутся к этому простой народ, где этого вообще как бы не афишируют, о том, что высшие эшелоны власти имеют таких бригады экстрасенсов, ясновидящих и так далее. Более того, это всегда было, это всегда искали, во все года, во все века, мы знаем, что такие фамилии, Яков Блюмкин, Бокий, Барский, это те люди, которые были, это еще со времен НКВД, когда искали Шамбалу, то есть всегда было что-то такое, какой-то был целые бригады, целые институты, которые занимались такими паранормальными явлениями, и сегодня они есть, более того, и сегодня и пользуются, просто об этом никто не говорит. Я даже больше того скажу, что силы каждого государства, сила каждого государства, зависит от силы парапсихологов и пророков, или магов в этом государстве, не от силы религии или веры во что-либо, а именно от силы специалистов по эзотерике, потому что и от их чистоты помыслов, то есть мы сейчас не берем тех, кто просто деньги на этом зарабатывает, мы сейчас берем реально, кто разрабатывает свои направления, и миротворец, как вот был Вольф Мессинг, то есть мы сейчас берем такой уровень экстрасенсов, то есть от силы таких людей, от видения их ситуации, как они видят мир, и ситуационные моменты вокруг стран, вот от этого зависит сила той или иной страны, вот в чем дело сейчас. И та страна, которая понимает это, которая действительно работает с такими людьми серьезно, как это сказать, давая им дорогу нормально, а не зажимая, как бывает в некоторых странах, та страна и выигрывает, потому что это и есть потенциал души страны, эзотерики, которые могут видеть процессы, которые не видят ни предметные люди, не религиозные деятели, потому что каждая религия на своем уровне все равно только видит. И те люди, кто может снимать негативные воздействия не только с людей, но и со страны самой, меняя ход событий, истории. Кстати, как это получилось с выборами в Америке? Поменялся ход истории, кстати. А значит, будущее все-таки есть, и оно положительнее, чем мы думаем. Поэтому в этом случае, конечно, вот это самое главное. И именно та страна выигрывает, которая создает благоприятные условия для подобных людей, чтобы они работали на свою страну. Ну, наверное, очень коротко, последний вопрос. Имеет ли значение, скажем, человек хочет организовать какое-то свое дело, или это дело уже организованное, и очень крупное дело? Имеет ли значение индивидуал, который приходит, допустим, на консультацию, в данном случае к тебе, парапсихологу, или не имеет значения по отношению к какой-то крупной системе, крупной компании? Ну, крупные компании обычно приходят сами, кто хозяин этого направления, либо там, ну, кто-то из директорского состава. Потому что, ну, тому, кто работает на крупную компанию, по сути, ему важно только, чтобы ему зарплату платили. Вот. В принципе, важно хотя бы, чтобы приходил человек, который содержит это направление, чтобы оно могло грамотно идти дальше. Вот. Ну, по сути, так и приходит. Приходит, бывает, что своих, как это, просматривают людей, кого нанимают на работу, знаешь, кого брать, кого не брать. Бывает, что приходят и спрашивают, как ты думаешь, вот этот человек там не нравится руководителю, как ты думаешь, вот, что с ним. Я начинаю смотреть, и мы разбираем, почему этот человек вдруг хорош. Ну, в общем-то, я имел в виду, скажем, для тебя, как специалиста, как консультанта, не имеет, в принципе, большого значения, то ли это индивидуал пришел один, или там больше работы, там большее количество людей надо просмотреть и снять негатив, допустим, партнера больше, правильно? Или это, в принципе, не имеет значения? Я работаю с каждым человеком индивидуально, а с чем он приходит, я и решаю вопрос то, с чем он приходит. Неважно, корпорация ли это. Неважно. Ну, в общем-то, да, я понял. Ну, короче говоря, да, вот такой был вопрос. Хорошо, то есть, дорогие друзья, если есть такое желание воспользоваться тем, что Елена Порецкая является большим экспертом в этой области, пожалуйста, обращайтесь или напрямую к ней, или можете обратиться к нам. Я еще раз быстренько озвучу. Это тройное W, sungatesradio.com, это наш скайп, sungates108, в ютубе все программы записываются, выкладываются, вы можете оставить ваши предложения, комментарии, задавать ваши вопросы, или в фейсбук, это страничка sungatesradio. Лена, еще раз большое спасибо, всего доброго, до свидания, успехов, удачи, здоровья. Пока. Всего. Пока, Майкл, пока, Чикаго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok